Субтитры сделал DimaTorzok Это реально, это правда что-то между Вэшкой и Майбоком Чтобы они были черные и большие Про черные ничего не говорила, Нелина Ах ты, сука Это что там? Машина очень рада тебя видеть просто На самом деле Слава является, наверное, какой-то моей такой заводилой Раз, два, три Смотри Ребята, я вас приветствую на своем канале Это ваша любимая рубрика, где я подбираю своим звездным гостям тачки И сегодня у нас в гостях бизнесвумен Блогер, стример И просто хороший сексуальный человек Дилара А вот тебе еще и кофе принесли Неожиданно и приятно Настоятельно рекомендую досмотреть это видео до конца Потому что в конце мы поедем покупать одну тачку Которая является, такой маленький спойлер Любимой тачкой детства Дилары И сегодня выложим реальный кэшфлоу Ну что, поехали? Ты готова? Да Давай небольшую вводную информацию Как у тебя вообще дела? Как настрой? Ну, честно Такой осенний немножко у нас войбет сегодня Ты в тильте Я пытаюсь Мы такие на Твичевском сейчас пообщались Я в тильте Я вообще съела таблетку норофена Потому что я поняла, что я сегодня с утра прям разболелась Но надеюсь, это не корона, ничего Просто как-то, знаешь, такое состояние тяжелой головы было Да, вот точно так же Но я думаю, что сегодняшний у нас день Нас направит на хорошее настроение Потому что мы все-таки сегодня выбираем машину Yes Yes И машина будет очень вкусной Ну что, погнали Первый экземпляр у нас Вообще, расскажи, ты близка к теме машин? Ты разбираешься в них или ты так на вытянутой руке? К теме машин у меня Особый вайб Ладно, на самом деле в машинах я не разбираюсь со слова совсем Единственное, что я знаю, это то, что я люблю Ездить на пассажирском сидении с водителем Либо, если я езжу за рулем, то мне нравится высокая тачка Окей В принципе, у нас и то, и другое сегодня будет Как вы знаете меня, я не могла обойти стороной момент скорости Такой скоростной момент, поэтому и скоростные тачки у нас сегодня тоже будут Итого у нас будут представительские У нас будут высокие, мощные, черные Любим больших и черных, понимаете? У нас будут маленькие персонажи И я думаю, тебе все понравится Ну и финально ты должна будешь выбрать, какая тачка тебе понравилась больше всего И купить ее Супер, погнали! Все, let's go! Первый экземпляр Любимец первых лиц государств Это Pullman Мне вот интересно, ты примерно на вскидку сможешь отгадать стоимость этого автомобиля? Pullman, он такой длинный Да, если пройтись вот так вот дотуда, 7 метров, 7 шажков Я первый раз вижу такую машину Реально? Да, первый раз Это круче моей Получается, это круче, чем BMW Maybach Так как я обожаю BMW Maybach Это BMW Mercedes Что он сказал? Ой, это получается Mercedes Maybach Во, да, точно, угадали Да, это круче, чем BMW Maybach, но диски, кстати, похожие Как ты думаешь, сколько он стоит? Три, сорок Тридцать Сорок Пять Пять, десять, пятого Четыре, пять Десять, пятого Умножаем на два Реально? Угу Так, здесь самое интересное, что четыре места То есть можно ездить с подружками Есть отдельный бар Беспроводная зарядка Там холодильник? По-моему, да Вот там должен быть холодильник у тебя за локотком И можно закрывать стеклянную стойку, чтобы тебя не слышал ладить Это как вэшки, да? Да, это очень удобно И обычно туда еще ставят телеки, но здесь он не поставлен У нее история такая Она долго стояла в музее в Германии Официальный музей Mercedes И была экспонируемым вариантом То есть на ней никто не ездил, это просто стояла тачка в музее Это музей Mercedes в Германии? Да О, я там была Реально? Да Возможно, ты даже ее видела Офигеть, а это вообще класс Ангелин, ты что там делаешь? Да я себе вот автотовары выбираю на Мегамаркете Уже шины, автоинструменты и масло выбрала Ого, прикольно А знаешь, что самое крутое? Видишь вот эти цифры? Вижу А что это? Это то, сколько мне вернется кэшбэком Погоди, то есть тебе придет кэшбэком 60% от стоимости? Бинго! Киндер, у меня для вас супер новости На Мегамаркете действует повышенный кэшбэк на автотовары До 31 октября включительно вы можете получить кэшбэк до 60% бонусами Кроме того, весь октябрь Мегамаркет дарит вот такой промокод На 3000 рублей на первую покупку при заказе от 15000 рублей И самое классное то, что повышенный кэшбэк и промокод действуют одновременно Смотрите, какой огромный кэшбэк мне придет за покупку этих товаров Считайте, что я их урвала за полцены, ведь бонусы я смогу потратить на следующую покупку А если я применю еще и промокод, ну вы сами все видите А вообще на Мегамаркете можно найти все, что душе угодно От детских товаров до бытовой техники Ведь здесь более 60 тысяч проверенных продавцов Доставка товаров бесплатная, которая доступна в 103 городах России Киндер, переходите по ссылочке в описании, скачивайте Мегамаркет и совершайте мегавыгодные покупки Успейте активировать промокод до конца месяца Мне даже как-то неловко тут ножки-то сопрокидывать с такой подошвой В таком экспонате Это сидение по его конструкции вроде как должно отъезжать чуть-чуть вперед Короче, оно должно чуть-чуть сложиться, чтобы твои ноги не упирались О, холодильник Тоже экспонируемое Это бутылка наших друзей Которые любезно предоставили нам автомобиль А, там дисковод Туда диск вставлять можно Эй, нормальные диски поставьте Ну, сделайте скидочку в 64 миллиона, пожалуйста Делаем, конечно Снова у нас сломать Что я сломала? Нет, ничего не сломали Это прикуриватель? А просто она решила, она голддиггерша, она пошла внутрь туда искать золото Почему золото? Просто кнопки любят тыкать Это реально, это правда что-то между Вэшкой и Майбахом Это еще и с телевизором, офигеть Вау Круто Я знаю, какой плюс у этой машины есть Ты покупаешь за его за 65 миллионов И ты можешь где угодно на любой улице прописаться Потому что парковки есть везде Хоть там на Ходынке, Причистенко, Хамовники вот Вау Это вообще кайф Нет, это очень круто Раз закрыл водитель, ничего не слышит Это прям как будто Я бы такую в квартиру поставила, знаешь, стеклянные такие На все окна То, что вот такие вот старые штуки, как, например, циферблаты часов Которые по сути уже Ну Все мы перешли уже давно на цифровые, так скажем, часы Уже можно считать их устаревшими И все вот такие вот вещи, которые были Например, расскажу на примере телефонов Например, раньше были телефоны проводные И вот с таким вот кружочком, когда выводили номер Когда появились айфоны, они использовали силуэт этого телефона В иконке звонков Просто, чтобы люди планомерно, аккуратно вот так вот переходили И привыкали к чему-то новому То есть, по сути, уже айфон вот такой вот сенсорный, новый, современный Давно уже нету, тем более этих вот кружочков Нету вот этих вот трубок Но они все равно иконку эту использовать Просто, чтобы человеческий мозг адаптировался Потихоньку-потихоньку так перетекал Вот И мне кажется, что такие как раз-таки циферблаты И под старинку сделанная вещь Это как раз-таки, наверное, Мерседес ориентируется на более взрослую аудиторию И чтобы их глазу было более приятно Потому что, мне кажется, ну, грубо говоря, продать машину вот с такой вот штукой Намного проще, чем с какой-нибудь, не знаю, неоновой полоской Где будут там все индикаторы показаны Все ли в салоне комфортно, температура, вода, что еще? Можно за две сутки до Ленинградского вокзала, пожалуйста? Да, конечно, без проблем Ну что, сколько ты баллов даешь этой машине? 10 Это, значит, ты ее покупаешь? Тогда я дам 9,9 Она хороша Она очень хороша, но есть одно но Она мне пока что не по карману Она хороша, она в порядке, но пока не по карману Поэтому едем к следующей тачке Обилие машин, но мы идем к одной особенной И она особенная моему сердцу, но я надеюсь, ты разделишь со мной эти эмоции Она, скажем так, спортивная Она в очень редком обвесе Она from Germany with love Обвес это что? Обвес это когда машина, смотри, идет сначала в стоковом своем виде А потом какой-то тюнинг от Илье И его внешний вид дорабатывает Может быть, внешний вид, а может быть и мотор Чтобы он стал еще сильнее, выносливее Это она? Это она Это BMW M6 И почему-то... Это BMW? Да, это BMW Это манхарт Это обвес, который сделал внешку этой бэхи Можем открыть И самое интересное в этой тачке Мы сразу же перейдем к выхлопу Ну что, ты можешь встать вот тут Она тебя не укусит сзади Все хорошо Она пахнет каким-то хлором Так, я ее запускаю Она сейчас громко будет? Так, обдумает Сейчас она чуть прогреется И потом мы чуть-чуть дадим тапочку в пол Но не здесь, в смысле, а чтобы выход был слышен Рычит она жестко Блин, ну если честно, я честно Я не очень люблю BMW No! Как я хотела Мне больше нравится Мэрс Дорогая, ты же не участвуешь Потому что у тебя сразу и BMW, и Maybach У меня же BMW и Maybach Готова? Да А почему спина? Только заднюю не включай Она такая тепленькая Да, плюется Расскажи, какая у тебя была первая машина? Моя первая машина была Orange Rover Да, по-моему, Velar Вау, я ни разу не видела тебя на этой машине У меня был красный Range Rover Берал А когда он у тебя был? Мне его подарили на день рождения Как оригинально? Да, мне подарили его на Доре Когда мне исполнялся 21 год До 20 лет я не ездила Когда подарили тачку Примерно уже получала, получается, права И начала ездить Вот Какие были впечатления от него? Мне нравилось то, что он высокий и красный И у него еще был белый салон Ой, это все-таки красивое сочетание Ну, там еще, получается Это моя первая машина И у меня был выбор между Mercedes-ом GLS или GLE Не помню, тоже высокая машина Не знаю, как называть Наверное, GLE более компактный такой Вот, какой-то из них И между этим Range Rover Я выбрала Range Rover И на самом деле Это был не то, что был удачный выбор В плане эксплуатации Потому что он буквально у меня стоял в гараже И ломался Серьезно? Блин, на самом деле Мы недавно подводили Range Rover Машин, которые постоянно ломаются И мне кажется, что Range Rover Он все-таки на первой ступени Я просто, когда выбирала машину Я увидела его салон И там он выглядит реально Вот, ну, на тот момент У меня были такие впечатления Как будто я вообще в каком-то космическом корабле Я повелась на его внешний вид На его салон На как он выглядит Как он покрашен Вот И я думаю, ну все Это касается всех, кроме меня Но нет Это меня коснулось очень сильно Очень сильно коснулось еще и кошелька Ты его на свои деньги чинила Ну, когда как? А потом У меня начался период Когда я в течение там полутора-двух лет Очень часто летала в Дубай И я поняла то, что у меня нету надобности В этой машине То, что она очень часто стоит в гараже Все, что она делает Когда она стоит в гараже Это она ломается Я постоянно, когда возвращаюсь в Москву Я чиню И мне это немножко надоело Решила ее продать И я ее продала Вот Но она в цене не выросла Эх Но это потому, что был рейндж-ровер А, допустим, вот эта машина Которая сзади нас стоит Как ты думаешь, сколько она стоит? Так Ну, если она так рычит Интересный индикатор стоимость То есть не Жика, который просто пробит глушат Да Но там какой-то крутой обвес Это я уже поняла Это как на гелике, да? Бра-браус Смотрите-ка Блин, ну умничка просто Муа Так Ну, наверное, она Натираемые дожки Десятку Ну, кстати Ты близка А холл в меньшую сторону? В меньшую сторону Учти, что это тринадцатый год Тринадцатый год Ну, тогда восемь Она стоит восемь и девять миллионов То есть почти девять миллионов И в ней, что самое интересное, ребят Девятьсот тридцать пять сил То есть эта машина Она на жестком чипе Причем на таком чипе, что залезали даже в железо Как вы понимаете Какая у тебя оценочка? Ну, я бы дала, наверное, семь Но если... Даже шесть, наверное Но если прям конкретно... Да-да-да Я понимаю Это без осуждения Я сдерживаю слезы внутри себя Да У нее тоже интересная история На самом деле Владельцы этой машины Это Маша, как дела И текила И они поставили эту тачку сюда Чтобы продать И, как я понимаю Купить что-то новенькое По-моему, у него даже есть порог выдвигающийся Да, смотри Это что бы с какой-нибудь дорожки О, май Вот Тачка что-то реально гигантская Я не ожидала, что... Машина огромная Но они как будто все огромные Эти кадиллаки А, тут еще и три ряда Ты бы прокатилась за рулем в такой машине? Да Вообще с кайфом Что, прокатимся? Реально? Да Давай Давай, прыгай Мы обнаружили очень крутую фичу В этом кадилле Скажи что-нибудь Всем привет Стойте А теперь сзади Подсними это Говори еще раз Как у вас дела? А вот сюда надо говорить Как у вас дела? Вы слышите это? Звук от водителя Дублируется на все задние ряды Вау Ну что, водила, видите? Водила чувствует твою вайбу Я сейчас начинаю Молодая Диллара Она должна все забрать Ого-го Какой большой Так, а мне сейчас налево Налево Вон на дороге Сейчас после стульчиков как Заеду кому-нибудь Это реально как фильм Скажи, какой у тебя автомобиль мечты? Если честно, у меня нет автомобиля мечты У меня нет такого То, что я, не знаю Сволю на какую-то тачку И думаю, блин, какая она крутая Я хочу вот именно ее Правда? А скажи, ну у тебя ни разу Он что, на трактор едет? Ангелина Я теперь знаю, какая у меня машина мечты Покажи пальцем Он реально как будто на трактор Он едет на той На том ламборгини Которую подарили я Жекичу Бустеру Скажи, похож Короче, у тебя ни разу не было Ни в Москве, ни в Дубае Такого, что ты едешь по дороге И такая, блин Вот эта машина бы идеально подошла Моему вечернему луку Я бы хотела ее Был момент Когда я увидела Вэшку В жизни Такая, о, вау Вот это, ну, крутая машина Я бы хотела Там, возможно, и себе Такую же Все мои машины Вот с таким верхом Я иначе не могу У меня все всегда открыто У меня никогда ни разу не было машин Ну, у них было, конечно, две всего лишь Но они все Эти две мои машинки Были вот как раз-таки С люком С люком Твой отец Я Я твой отец Люк А я Твейбать Ты сказала про свою первую машину А как у тебя на руках оказалась твоя вторая машина? Моя вторая машина, как ни странно, была подарена мне на день рождения История повторяется? Да, у меня ничего нового У меня все как обычно Вот И я с 29 марта, получается, этого года Успешно они катаюсь, езжу И мне она очень нравится Но в любом случае У меня потом все равно Через два месяца уже появился водитель И ездила только с водителем Вот Ну, как вы можете понять В сравнении все-таки БМВ Майбах С рейндж-ровером Виларом Комфортнее, когда ты пассажир Откуда появился БМВ Майбах? Можешь ли сказать подписчику? БМВ Майбах? Ну, очевидно же, что это Прикол Смотрите на Диларином канале Вот тут будет ссылочка Да, и кто-то сделал рилс Кто-то нарезал этот видос В маленький или в шорт Ну, короче, куда-то вот такие вот Короткие Вертикалки Видеоролики, да И это очень сильно разлетелось Среди ребят, которые Любят кататься на машинах Которые шарят на них Все подумали, что я действительно так считаю И как будто бы эта шутка Прямо? Еще сильнее стала Смешной после этого Ну что, какие впечатления у тебя от Кадиллака? Мне очень понравилось И мне нравится Прямо очень сильно Я, если честно Да, она большая Да, у нее большие габариты Да, она занимает Очень много места Но Как ты себя ощущаешь За рулем этой машины Так будто оно может Получить Да, есть Ура Ангелин, ты что кричишь? Все нормально? Лучше некуда, Даня Я всю неделю искала Одну машинку По нужной мне цене Для сегодняшней съемки И все никак не могла найти И вот Чудо свершилось Ты же ничего не сидела Не искала Как это так резко нашла Короче, на днях Я включила на Дроме функцию Подписка Она позволяет следить За появлением новых предложений На рынке По заданным параметрам Это супер классная функция И плюс ее очень легко активировать Собственно, я указала марку И нужную ценовую вилку И вот вуаля Теперь моя душа спокойна Пока не буду говорить Что именно мы поедем смотреть Но уверена Все будут в шоке А вообще, киндеры Я вам уже говорила Что Дрома Это супер удобное приложение Для покупки и продажи авто Здесь больше всего Реальных объявлений Именно поэтому Я сама ищу машину на Дроме Переходите по ссылочке В закрепленном комментарии И качайте приложение Вопрос такой Как давно ты каталась на метро? Такой Нежданчивый вопрос Мама дорогая Год полтора назад Ну, кстати, это не так давно Сравнительно Человек, который Катается на машинах Может быть, два назад даже А что это был за раз такой? Я поехала в ЦУМ Я помню Я, короче, жила на Красных Воротах Я просто заказываю машину Мне там показывает Ну, буквально Хоть это и центр И все, рядом Показывала 45 минут Или 50 А я очень сильно опаздывала Я думаю Так Я смотрю просто Ты такая Мои бабки не ждут Надо приезжать Да, я посмотрела Сколько ехать на метро Там буквально Одна-две станции Там что-то пересесть Я такая Ой И поехала в метро А, смотри У тебя есть монетка? У тебя есть то, что можно Да У тебя есть монетка? Короче, сейчас мы Бьем монетку Чтобы понять Какую тачку Смотрим первый Ты же ее подкидывать решила? Ну, бью В смысле пальцем бью О, это орель Орел это что? Желкая Орель это желтая 200 рублей не поднимаются Положу себе Ламборгини Ламбо И это не просто ламбо Это авиакадор Так, ну я так уже сделала Это может быть электрический? Нет, не электрический Это Альхантара? Да? Откуда я тоже это знаю? Я вообще ничего не понимаю Как ты думаешь Сколько стоит этот Ламборгини Авентадор? Авентадор? Я думаю Дешевле Твои предположения Твои предположения могут быть неверными Да? Да Учитывая, что это 18-й год Эта машина Реже встречается на дорогах Чем Хуракан И Она 740 лошадей имеет Под капотом 740? А первая БМ Во сколько имела? Она, кстати, больше имела 935 А тут скорее имеет значение Вот эта вот Эмблемка Бренд решает нас, получается Ну тогда она стоит 45 35 лямов 35 Блин, как приятно Это вот Альпака Это ваша Альпака? Альпака Ты же моя девочка Альпака Круто Видишь, как Амина прокричала Такая Какая письма Коралловая пися Честно Я бы никогда в жизни Просто через 5 лет, наверное Это будет вставка в каком-нибудь Видео Где, знаешь, где я говорю Я бы никогда в жизни Такую машину не купила Типа Она вообще не у моего лайба Я вообще старушка Мне нужно вэшку Мне нужен майбах Мне нужно что-то такое Но мне не нужны Мне не нужны ваши авиантадоры Мне не нужны ваши макларны Потому что они двухместные Неудобные Круто Ну нахуй Я вопрос Нахуй Поэтому мы даже выезжать на этой машине не будем Даже выезжать, да, не будем Она крутая Она прикольная Она красивая Она очень нежная Она выглядит просто очень эстетично Красиво Она выглядит Просто супер Вот Но для жизни А это тоже дисковод? А? Нет, это не дисковод Это... А где что? Да Или нет? Да, это дисковод Зачем? Зачем? Просто это чтобы диски ставить и слушать Вспомните, что я говорила в начале видео Раньше были телефоны проводные И вот с таким вот кружочком Когда выводили номер Когда появились альфоны Они использовали силуэт этого телефона В иконке звонков И еще один минус этой машины Который очень-очень жирный для девушек Это наличие маленького багажника В этот багажник ты, в принципе, особо ничего не положишь Кроме двух сумочек Цюма Даже двух не поместится Одна, тут максимум И двух поп Максимум Ну, вы видите, да? Чтобы... Можно, в принципе, устроить пикник Закрыться пока потом от дождя Но не более того Следующая машина у нас Как ты думаешь, что... Какая тачка новее? Вот эта ламба Или вот эта ламба? А можно внутри посмотрю? Да Ой, нихуя тут... Это... Че там? Дилара, о чем ты подумала? Тоже неловко тебе сказать Машина очень рада тебя видеть, брас Как будто... А? Машина тут... Как просто... Блядь, я лучше в этом ролике Как ты думаешь, она новее или та? Блядь, ну у меня есть два варианта Да, ну, блин, два варианта и есть Говори, как душа вот велит сказать Это как будто более такое, что-то модерн Поэтому скажу, что это Что-то более аскетичное, да? Ну да Это нам говорит 2005 год Это машина 2005 года, а это 2018 Ах ты, сука Леша, ты дезинформировал там за кадром, да? А это мне подсказывали, я вот так еще Увы себе построю, потом скажу Это как ты сказала, что маркетологи интегрируют все старенькое В новой тачке, чтобы максимально было Вот, почти, так оно и сработало Это Гоярдо 2005 года С очень маленьким пробегом И стоит на 10 миллионов рублей Очень вкусная цена для такой машины, на самом деле И очень прикольно, что у нее породистый Такой темно-синий салон С белыми А, я поняла, сейчас Я впервые, кстати, открываю Гоярдо Вот так она открывается Офигеть У меня тоже, кстати, есть один Гоярдо Оранжевый Вот такого где-то размера А, ты про сумку говоришь? А, бренд сумок Да Здесь мотор у нас V10 На 500 лошадей Тачка отменная Но хочу заметить, что тачка 2005 года V10 500 лошадей А в этом же году на M5 E60 было 507 лошадей Что сделало M5 E60 самым быстрым гражданским автомобилем Так что, Ламборгини сосут Но надо ее все равно послушать Давай послушаем ее Заведешь? Попробуешь? Давай Ммм, запах 2005 года Вот мы и встретились с тобой Ну тут уже она видно, да? Что с 2005 Это тоже была Алькантара? Это Алькантара, да Видишь, она подстерлась Да Какой у нее пробег интересный? Сейчас посмотрим 22 тысячи 22 тысячи Это немного как будто Это немного, но Причем мне кажется, что он чуть-чуть скрученный Потому что Алькантара за это время не могла так стереться Прямо Что, сейчас Сейчас сделаю круто Ты прям мастер спорта по нажиманию тапочки по полу И тебе так скажет Блин, прикольная Какая ташка тебе больше нравится? Там Она прикольная, но та получше будет Вот та была прям очень крутая на самом деле Самый как будто прикольный все равно пока McLaren McLaren Который был в прошлой жизни McLaren 720 Голубой такой Вообще не буду, иногда голубой Ну хотя, может, я Это была твоя любимая тачка из того автопарка? О Нет, из того автопарка мне была любимая Вашка В класс Да Переделанный который Ну понятно, потому что больше всего на нем пыталась А McLaren все-таки такая машина больше на выходной день На самом деле кайф этих тачек в другом Понятное дело, что они уже уступают вот этим машинам по скорости По мощности По каким-то внутренним начинкам технологического характера Но вот эти тачки покупают уже больше как инвестиция Их покупаешь И если экземпляр изначально хороший, он растет в цене Вот Пацаны, если я не права, давайте напишите мне что-нибудь в комментариях Будет интересно почитать Но давай подведем рейтинг Сколько ты ставишь баллов желтку И сколько белку И сколько белку, да, все правильно И того яичница Мне больше нравится та Потому что она новее, она ярче Она мягкая, еще такая непотрепанная Ну если бы ты знаешь, была вот эта вот Короче, мне нравится из старых машин Только Сейчас вы сразу поймете, что это за машина Она еще вот так делает Сколько баллов даешь этой машине Блин, я вот так жестко оценила тогда BMW Но сейчас я понимаю то, что Ну, не так жестко оценила В общем, я бы, наверное, ей дала бы четверку Потому что я не езжу на низких тачках И ты, в принципе, не ездишь Ты не любишь ездить за рулем Но так или иначе, ребят Чтобы не было хейтов в комментариях В мою сторону, что я такой плохой автоподборщик Я просто показываю своим гостям Разный спектр, разные категории авто Чтобы выпуск получился насыщеннее Но справедливости ради, кстати То, что мне показала вот такие вот машины Я сейчас вот походила Там у меня что-то мысли в голове устаканились И я такая А ты неплохой желток Я еще о тебе вспомню когда-нибудь Если сейчас будет вставка Когда ты вначале села Помнишь тачку? Я никогда не куплю авиантедор Это будет Можно сейчас ставить Просто через пять лет, наверное, это будет вставка В каком-нибудь видеок, где, знаешь, где я говорю Я бы никогда в жизни себе такую машину не купила Типа, она вообще не в моего лайба Я вообще старушка Мне нужна вэшка Мне нужен майбл Кстати, уже Я просто мнение, как перчатки меняю Сорри Пять лет не прошло И сколько этой машине ставишь? Или покупаешь? Какая так значительная пауза у нас Ну, давай семерку поставлю Семерку, это хорошо А как ты относишься к домам на колесах? Ой, очень положительно отношусь Как ты уже поняла Я такой старпер В плане машин Когда я жила за городом Эта машина была просто чудеснейшим вариантом для меня Потому что, ну, получается, там На дорогу от дома до какого-то там дела Вообще, в принципе, до города Было где-то часа два минимум ездить И каждый раз ты в ней вот так вот раскладываешься Что-то можешь включить на фон Там был огромный телевизор Ну, вот как раз-таки Как мы смотрели до этого в Мерседесе Когда закрывалась эта штука Это на этой штуке был телек На этой штуке был телек Я постоянно что-то включала на фон Сидела в телефоне, общалась Либо, я не знаю, что-то снимала Решала какие-то вопросы И это было настолько комфортно Потому что я даже никак не взаимодействовала с водителем У нас была перегородка Я просто делала как реально действительно Дом на колесах Которым комфортно И поспать я даже могла Это у нас Мерседес В класс Эту машину я уже показывала Одному из наших гостей И пока она зарезервирована под ним Но если она тебе очень понравится Я думаю, что Юра нарисует нам еще одну такую машину И можно ее будет купить У тебя что-то примерно такое было? Да Только не было такого экрана И тут был телек огромный Тут он тоже есть? Да, его можно вытащить И вытаскивается он у нас вот так Ой Круши ломай Порядок это отстой То есть тоже можно с девчонками завалиться сюда Могу сказать немного про историю таких автомобилей Они начали популяризироваться у нас в коронавирус Потому что многие захотели, знаешь, ездить отдельно Чтобы у них была своя капсула от водителей И такие люди начали покупать машины такого характера Но, как ты понимаешь, прямо вот в таком спеке достать их из-за границы практически невозможно Либо очень сложно И не бывает такого, что ты купил тачку и тебе все в ней нравится Все будет тебе нравиться, если ты сделаешь ее индивидуально под себя И просто многие начали покупать V-классы Полностью убирать из них салоны Завода, которые стоят И делать их кастомизацию Вот компания, которую многие знают Я не буду говорить название Ну, короче, кто увидел, тот увидел Тоже занимается кастомизацией таких машин И поэтому, как ты думаешь, эта тачка стоит дороже, чем пульмы? Или примерно столько же? Или может быть дешевле? Мне кажется, она дешевле стоит Думаешь? Да Сколько? Ну 20-30 лямов Да, эта тачка стоит у нас Что-то 30 Я знаю о V-шках Это мы проходили Да Эта машина стоит 27 миллионов рублей Как бы тоже немаленькая сумма На такую сумму можно купить хорошую хату в Москве Нормальную Да, такую нормальную Но, тем не менее, хата-то, она не мобильная А эта, это, как это называется, аппаратура, она двигается на колесах Шикарно? Да, тут буквально жить можно Ты любишь веселиться? Что? Веселиться любишь? Ну, конечно А атрибуты веселья тоже любишь? Я знаю, там в стаканчике под виски И там еще и хрустальный, и нормальный такой тазик под виски А у меня не было тазика под виски А я знаю, где есть виски Да, неси! Мы поедем кутить Да, это использовалось, кстати Вот мной с девчонками Тоже на клипу, да? Ой, как было бы прекрасно, чтобы эта машина была под рукой Когда в Москве было плюс 30 градусов Ты достаешь оттуда какой-нибудь доктор Пеппер там, знаешь Это лучшая машина Просто в зимний период в Москве Это просто лучшая машина Короче, я ее люблю, все Все, но у вас борьба будет с Адель за эту машину Не, я потом, попозже возьму другую Вот вы офигеете, какую тачку в конце возьмет Дилара Всегда мы в конец вставляем машину, которую берет наш гость Поэтому досматривайте до конца и не перематывайте А все, лучше поставьте лайк Хороший комментарий о Диларе И... Не будет эта у нас платформа закрываться Потому что мне Ютуб очень сильно понравился Я начала на него снимать регулярно Вот, но я начала такие видосы снимать Именно вопрос на Ютуб И вообще много какого контента туда перикидывать Вот, пробовала влоги снимать Честно, ну, прикольно, но я не буду их делать Мне не понравилось И я сейчас еще ввожу вообще новую рубрику Там, вопросы, girl's talk А насчет Твича-то? Все ждут насчет Твича? Хотя тебя уже видели на Твиче? Ты говоришь, с 19-го года ты там Да, я стримила еще в 19-м году Ну, понятное дело, что у меня там был онлайн где-то Ну, до 500 он поднимался до 1000 в максимум Вот А это считается много или мало? Ну, это средний онлайн Это средний онлайн на Твиче На самом деле Слава является, наверное, какой-то моей такой заводилой В плане Твича Потому что сложно постоянно Особенно с тем графиком, который у меня сейчас Ты все свое время, которое там, ну, включаешь трансляцию Ты должен посвятить все это время своим подписчикам С ними сидеть, с ними общаться С ними как-то коммуницировать И тебе стоит только телефон взять, там, я не знаю, что-то отвлечься или отойти Они все такие Ааа, я тут, я тут пришел из-за тебя Я тут, ну, я там, не знаю Они готовят Как будто нужно оставить всю бренность бытия за Твичом И отключить, полностью отключиться от мира всего Да, и вот, ну, тусоваться, скажем так, со своими подписчиками в прямом эфире Это круто, реально круто, но это сложно Это к этому ведешь Вы же еще стульчики смотрели, да? Да, мы смотрели стульчики А как вы, типа, разбор делали? Что вы, как вы себя чувствовали, там, какие эмоции были, да? Ну, я не знаю, как это объяснить Но это как будто первый раз опять я смотрю Опять эти эмоции Опять эти эмоции Опять вот это вот, знаешь Ну, ты как, я не знаю, как это объяснить Ты просто смотришь ролик, ты сидишь вот так вот И типа, и вот оно, оно как будто вообще неконтролируемое Это вот эти вот штуки, которые у тебя появляются Они же как-то, как-то не генерируются И вот мы смотрели второй раз И мы точно так же сидели Такие, о, и мы, ну, что-то вспоминали там Вот тут этот подрезал Вот тут я кого-то там переехала Вот тут был спорный момент А мы на этом стороне, типа, а не на этого стороне И все это вот так вот как-то живо получилось Мне прям настоящее искреннее переживание О, еще, кстати, хочу сказать то, что я решила разыграть мотоцикл, который выиграла А, реально? Я еще, кстати, спросила у ребят на трансляции, когда мы смотрели стульчики Хотят ли они, чтобы я разыграла этот мотоцикл? Потому что, честно, ну, я не буду на нем ездить Но я понимаю то, что кого-то он может прям порадовать И тем более на нем может там бесправ ездить, как мне сказали Да, кубок там не так много Да, и он рабочий, мы там катались на площадке В общем, я решила, что я его разыграю Все в телеграм-канале Все, я ссылочку оставлю, поэтому, ребята Давайте, ваш шанс выиграть мотик себе По-моему, классно Еще, может, какую-нибудь денежку разыграю Так, поприятнее, чтобы всем было А бизнес тебе приносит денег? И, конечно же, это вот первое мое основное Куда я постоянно этим занимаюсь Это все-таки медийная составляющая И вторым, чем я занимаюсь, это, ну, не вторым, наверное, так не так сказать Вот И параллельно И параллельно, чем я занимаюсь, это своим салоном Который находится на Смоленской 10 В центре Москвы 15% девочек, которые смотрят это видео 15% девочек, то давай сделаем реально скидку на 15% на посещение Давай, а у тебя промокод какой-нибудь будет? Так, промокод Блондинка Драйв У тебя конфетка без фантика Знаешь, что у нас прикол? У тебя конфетка без фантика Когда вы одновременно что-то говорите Ага Ты потом говоришь, что у тебя конфетка без фантика И человек должен тебе конфетку дать А, нет Ну, я куплю Синабон! Синабон мы решили, да Точно Так что с меня я тебе синабон куплю А у тебя, как я понимаю, есть водитель И он, как и телохранитель, считай Ну, такой-то Мужичок такой Мужчина Мужчина, да Сон Мужчина Какая-то песня была Ладно Короче Он всегда за рулем у тебя У вас были какие-то казусы на дорогах? Там казусы, ДТП, может быть? Ой, слава богу, с ним нет Я очень этому рада Потому что Один раз я была в ДТП И мне хватило Еще я была Не реально? Да, я была в ДТП в Дубай Ой, ужас какой Я врезалась сразу в две тачки Это было очень жестко, да И ты была за рулем? Угу Я держу тормоз ногой То есть не на паркинге Потому что, ну, просто фотофор Он еще так долго-долго стоял И мы, ну, вот так вот общаемся Я за рулем Мы общаемся Вот, ну, общение такое, знаешь, вовлеченное Там соскучились Типа много времени не виделись И я просто какой-то момент Это был ранжровер, кстати Это был ранжровер, на котором не сработали партроники И я просто понимаю Точнее, ничего не понимаю Мы просто им что-то вот болтаем-болтаем Потому что там все равно светофор Я вижу светофор Там красный Мы просто общаемся И я просто слышу так И я такая Смотрю вперед И я вижу то, что впереди стоит Маленькая машинка Знаешь, ну, подобие Ки Какой-нибудь Рио Я не знаю Ну, прям маленькая Такая аккуратненькая Рыжовер был большой Вот И она Он так сильно в нее ударился Что она просто отлетает вперед И передний форт, короче, врезается И я просто вот так вот смотрю на это все И думаю Ёб твою мать Я же вообще не в России И как эту ситуацию разрешать Да, ты же еще не до конца Не знаешь правила этой страны Ну, я тогда действительно Очень сильно перепугалась Прям очень сильно Ну, там конкретно нет Но я нервничала, конечно Потом там одна уже дома такая Когда в себя приходила Но, слава богу Это все решила за пару дней За два дня Вот, конечно, мне говорили То, что возможно будет суд Нужно будет Будет у меня не выезд Пока я там Не закроются Вот эти вот все моменты А почему суд? Понятно же, что Тот, кто врезается в жопу Тот виноват Он просто выплачивает Либо страховка Либо он выплачивает компенсацию Нет? Суд не такой-то, что надо мной Типа ты Ты там будешь сидеть в тюрьме Или ты там, я не знаю Вообще, что-то Не знаю, что может произойти А именно то, что зафиксировать Тот факт, что да, это было Да, я так сделала Все как бы это знают Все это принимают Вот, пожалуйста, выплачиваешь штраф Вот, пожалуйста, тебе чек на этот штраф А сумма выплаты Вот она Они там съездили, проверили Ну, короче Вот такие Какие-то заморочки? Пришлось покупать иную машину Тебе пришлось реально купить тачку Вот эту маленькую пучку Да, мы смогли так вот уладить Тот, который был на Форде Он сказал просто Типа, да без разницы Я просто Ну Оплатите сколько Получилось Столько и закройте Вот А там машина, которая была поменьше И сказали Ну, знаете вы Мы такую машину уже не найдем Она вот Она такая единственная Только если вы ее выкупите Ничего себе Это что, какой-то мини Купер 80-х был, что ли? Я вообще не помню даже Что это за Малыш такой был Да ничего вообще Просто выплатила и ушла А ты даже не забирала эту машину у них? То есть ты еще и задонатила им машину фактически? Просто Я не вижу смысла мне вот в этой машине Что мне продавать Потом там ходить или наниматься Ну, как будто Она стоит просто там Честно Прям копеечные копейки Это меньше ляма А, ну Не, давай скажем так Это около ляма Но все равно Как бы Деньга весь Вес имеет Ну, имеет Но Ты посчитала нужным Что твое время дороже Ты не хочешь этим разбираться дальше Да На самом деле, да Можно было просто пойти в суд Можно было, ну Дождаться суда А они бы сказали Там, сколько действительно Это на починку Но это Они сказали В среднем Две недели занимает Я так посчитала Как будто там отели Траты в Дубае Как бы Намного дороже выйти Поэтому я думаю Господи Все, лишь бы этот момент закрыть Чтобы все были довольны Я была довольна В том числе И мы его закрыли Урегулировали Ну и хорошо Ну что Какую оценочку ты даешь Этому Кару? Сколько у нас? Девятка была, да? У первой У Пульмана Если там было 9 То тут мне будет 9 и 9 Ну, кстати У него тоже было 9 и 9 Насколько мне память не изменяет Но они примерно На равных позициях Ну, на самом деле Я сравнив Могу сказать то Что вот это намного комфортнее Та, как будто Знаешь, такая Типа Более понтовая А это именно вот Для скромняк Просто, да Комфортно ездить На съемки На какие-то дела Заниматься Она неприметная Потому что Пульмана Когда выезжает Сразу все видят Что Оп Сафонов Который может оплатить А это Едет и Как бы такая Аккуратненько И не знает Что там внутри Может это Обычный выклад А может быть И кастомизированный Ну, там еще Ну, тут еще и выше Так, скажем Потолок Больше как-то Вот пространство Так вот Ну, реально Как бы домик на колесах Но ты бы все равно Его не купила Сейчас нет Мне кажется Мне рановато Такую машину брать Вот Знаешь, на самом деле В результате Сегодняшнего ролика Я впервые В жизни Реально впервые Задумалась О том То, что А может быть Спорткары Не такие Как бы Не такие Возможно Они прикольные Рычат Задумалась О покупке Спорткара Ну, я пока Просто задумалась О том Что, ладно Возможно Можно мне Не так критично Относиться К таким машинам И не зацикливаться На вот этих Комфортных тачках Все равно Это к этому Все придут Да А спорткар Как будто В 60 лет Ну, водить Такое себе Для спины Насчет спорткара Кстати Здесь мы не нашли Машину Которую бы Ты хотела купить Поэтому мы выезжаем На следующую локацию Ребят И я думаю Что удержание На этой секунде Будет максимальным И ты никогда Не догадаешься Какую машину Мы сейчас пойдем смотреть Но я почему-то Уверена на все 100% Что ты ее купишь Пойдем Погнали Ребят Мы приехали На следующую локацию И прямо сейчас Позади Дилары Стоит тачка Ее мечты И я сейчас На полном серьезе Я уверена Что если я сейчас Тебе поверну Ты будешь В восторге Окей Готова? Еще тихонно Поэтому быстрее Раз Два Три Смотри Это матизик Реально Дево матиз А можно ключи нам С кнопки заводится Она мощь новая Она с кнопки заводится Ничего себе Вау Какое Классное Пространство Ну да Чуть-чуть Можно протереть Конечно Я как будто Чудеселью Сделала Я хочу Я хочу вам рассказать Один очень интересный факт Когда я была маленькая Это была моя любимая машина Настолько любимая Матиз Да Настолько любимая То что я У меня была игрушка В детстве С которой я играла Я назвала ее матизка И она кстати До сих пор у меня дома находится Ну типа Любимая игрушка с детства Ее зовут матизка В честь машины матиз Потому что она была Моим любимым Они еще были разноцветные Знаешь там зеленые Да Ну сейчас наверное Да Они еще знаешь Есть такие разноцветные Типа зеленые Красные Вообще всех цветов Радуги Я такая Мандемки такие Я такая думаю Блин круто Я вырасту и куплю такую машину Все Зай Вот Все правильно Да Может это оно А сколько стоит 85 А за 80 Дадите Прям сейчас наликом даем Да Наликом же даем Наликом прям сейчас покупаю Отлично Слушай Это самый быстрый торт Мне кажется В твоей жизни Ангелина Вообще По сути Типа Мечту детства Взрослая игрушка Все Игрушка Которая перекочевала Во взрослый возраст Кайф Блин Я еще Знаешь что я еще вспомнила Я когда жила в Уфе Мне уже исполнилось 18 Я тоже хотела купить Вот так вот с рук Матиску Покрасить ее в розовый И поехать Ну и кататься Типа из Уфы в Москву На ней тусоваться Мне кажется Что надо Эту воплотить Мечту в жизнь Реально Причем Реально Кстати многие Детские мечты Если мы их воплощаем В жизнь Как будто Кешталь закрывается Вся вот эта тема Но я бы Перед тем как покупать Все таки Завела бы ее Вон кнопка Смотри Реально С кнопкой Как легко завелся Ничего страшного Если что Это не интеграция Моя с той суши Надо будет Все там Плюрить Нам нужна Ваша рука Чтобы вам Вручить деньги Пересчитайте пожалуйста 75 Я могла И могла Вас обмануть Такую-то машинку Все По рукам получается Жмите руки Все Спасибо большое Приятно Что вы его забрали Очень счастлив Мы не собираемся А мы тоже счастливы Ты счастлива? Да Как будто реально машина Не только Диларина И мне покупаем Ну а это Диларина покупка Давай мы тебя отведем Покажем твой банд Ангелина Автоподбор в деле Все смотри У тебя еще и Мишлен рамки Вау Короче мы придумали пранк Над моим водителем Над моим водителем Сейчас все увидите Все Я купила машину новую Вот эту Класс Афематическая коробка? Нет Механическая А у тебя есть право На механику? Есть Там правда сиденья Такие чуть-чуть Потребанные Потребанные Проперданные Хотела сказать Все ребят Ставьте лайк Пишите комментарии Обязательно подписывайтесь На все соцсети Дилары Если вы еще не подписаны Мы вас целуем Давай Ох как смачно Пока 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 пока